Друзья, привет! Сегодня я приехал в компанию Вилпе. Хочу рассказать вам немного про вентиляцию дома, про вентиляцию помещения. Очень много вы мне пишете подобных комментариев, задаете вопросы, стены там дышат, не дышат, всякое такое. Вот сегодня я хочу ответить на эти вопросы, помогать мне будет, вернее, я буду задавать вопросы Владимиру, менеджеру компании Вилпе. Вот он, Владимир. Добрый день, менеджер направления вентиляции Владимир Валыгин, компания Вилпе Рус. Владимир, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что такое вентиляция? Ну, в двух словах, вентиляция – это контролируемый общий обмен в помещении, которое создаёт комфортные условия пребывания человека в своём доме. Неотъемлемая и важная часть, как любая инженерия, как отопление, как водоподведение, водоснабжение, то же самое и важный элемент вентиляции. У него это какие-то разные там, я на одном... Совершенно верно, вентиляции бывают различных типов, есть естественные вентиляции, есть механические вентиляции с механическим побуждением, как приточного типа, точного типа, есть приточные вытяжные системы, есть централизованные, есть децентрализованные, в принципе, которые мы можем сегодня вкратце и обсудить. Ну, давай, с естественной вентиляцией, я думаю, многим это будет интересно. Что такое естественная вентиляция? Ну, соответственно, естественная вентиляция, она работает без какого-либо механического побуждения, то есть принцип естественный отток, естественный приток. Если, скажем, мы возьмем в пример старенькие дома наших бабушек, то почему там работала естественная вентиляция? Потому что, ну, скажем, дом имел большую инфильтрацию в виде щелей, у нас в домах были деревянные окна, были печи, печи скорее служили как дымоход, ну и как, наверное, как двигатель, да, с которым сюда вытягивал воздух, а через деревянные окна, через щели в домах у нас выступал свежий воздух, соответственно, создавался воздухообмен. Сейчас дома современные уже не имеют такую инфильтрацию, везде стоят пластиковые окна, ну и, наверное, само качество строительства немножко на другом уровне. У нас сейчас везде там пароизоляции, всякие там штукатурки и так далее, и так далее, агиды изоляции. Соответственно, когда вы создаете вакуумные, вакуумный каркас, естественного призовка без открытия окна у вас не получится. Поэтому зачастую люди сталкиваются с проблемой о том, что возвели вверх шахту, либо поставили вент-выход, а у него не тянет. Это все равно, что нам зачастую звонят там владельцы домов, причем достаточно больших, там 300-350 квадратов, говорят, я поставил ваш вент-выход, а он не тянет. Соответственно, между перед вами обычный вент-выход вилпы. И часто задают вопросы, сколько он будет тянуть? Ну вот, возьмите трубу в руки, из-за ответа на это вопрос, сколько он будет тянуть? Вообще, мы не рекомендуем естественную вентиляцию, мы рекомендуем механическую вентиляцию с пассивным притоком, которую можно контролировать. Естественная вентиляция вещь неблагодарная, рассчитать ее достаточно сложно, работает она от разницы температур, то есть зимний период может будет тянуть, но в любом случае, чтобы она работала, нужно создавать такие условия, как приток, переток, вытяжка. Тогда, возможно, у вас будет воздухообмен, но опять же, чем, наверное, он плох, это тем, что он неконтролируемый. То есть, чем холоднее, разница у вас, температура будет больше, вытягивать, соответственно, из дома будет больше, если вы не начнете перекрывать там диффузоры или дроссель-клапаны, если они у вас есть в каналах. Вот, собственно, наверное, о системе естественности, вентиляции и все. По поводу притока воздуха, многие пишут, что открытие форточки это достаточно для того, чтобы был приток воздуха. Ну, отчасти правы, почему нет. Открытие форточки, в принципе, вы создаете приток. Если у вас есть, скажем, тот же там естественный канал, который при открытии форточки, соответственно, у вас создает, то есть приток, переток, вытяжка, это рабочая схема, просто сейчас все начнут, опять же, касаться, а как же энергоэффективность. Открывая форточки, мы запускаем, ну, скажем, неконтролируемо сотни кубов свежего воздуха, что несет за собой достаточно большие теплопотери. Опять же, то есть, если ваша система отопления с этим справляется весь проблем, скажем, у вас там газовое оборудование, то никаких проблем в этом нет. Вы проветрили помещение, и все отлично, все нормально. Можно ли это назвать системой вентиляции? Отчасти можно. Это, вы знаете, все элементарно и просто. Просто давайте окунемся дальше в комфорт. Вы же не станете ночью проветривать помещение, когда вы спите. Соответственно, вы легли спать, закрыли окно, никакого притока нету, проснулись, у вас там голова чугунная, слой конденсата в 10 сантиметров на подоконнике, и, соответственно, вы встали, проветрили, только тогда, скажем, умылись, очухались, но, тем не менее, за ночь вы спали не свежим сном, то есть, нездоровым сном, не дышали свежим воздухом, а, соответственно, у вас там была концентрация углекислого газа, или, как зачастую бывает, например, плохая вытяжка во влажную зону, то есть, соответственно, у вас ванна, вы сходили в ванну, а у вас вытяжка там не работает, и со временем образуется там та же плесень в помещении. Соответственно, свои нюансы, свои минусы эта система несет. С выходом, в принципе, ну, грубо говоря, если показать вот такие вот... естественные вентиляции, это может быть вент-выход, либо вот у нас такая некая, да, вент-шафта, подобие вент-шафты, которая... Хорошо, вот с притоком воздуха, если форточка это какое-то такое непонятное решение, то она открыта, то она закрыта, вот кто-то называет систему вентиляции, кто-то нет, я, наверное, скорее называю это не системой вентиляции, потому что это непостоянно. Какие есть варианты с притоком воздуха в помещении? Устанавливать приточные элементы. Вот здесь мы уже, наверное, касаемся каким-то централизованным и децентрализованным системам. То есть, грубо говоря, если вы построили дом и столкнулись с такой проблемой, что вы не хотите открывать окна, но нужно каким-то образом создать приток, то, конечно, можно обязательно там, да, рассматривать какие-то децентрализованные системы. То есть, есть приточные элементы, да, приточные клапаны, там оконности, нового типа. Их можно поставить, их можно поставить, но нужно учесть такой нюанс, что у вас в доме должна обязательно хорошо работать вытяжка. То есть, если вы ставите приточный клапан, и у вас вытяжка работает плохо, вы можете проверить, поднести салфетку, держится, не держится, то работа приточного клапана может быть некорректной. Я расскажу на собственном примере. У меня в квартире стоит оконный клапан, у меня стоит переточная решетка, и так как отсутствует вытяжка в санузлах ванной, то есть там где-то выше на этажах что-то перебито, видать, вытяжка отсутствует, соответственно, получается как застойная зона. То есть холодный воздух заходит, он, по сути, в вашем помещении остается, и никакого воздухомена не происходит. То есть, грубо говоря, у меня приток есть, но нет вытяжки. Работает только тогда, когда создаешь как раз-таки свозняк. Открываешь где-нибудь на кухне окно, и у тебя воздух тогда начинает циркулировать. Но это свозняк, вещь, неконтролируемая, временная, это как спасение, конечно, то есть, грубо говоря, для выветвивания помещения. А ночной режим, конечно, так оставлять нельзя, потому что это неконтролируемый поток воздуха, который приведет просто к выстужанию, простужанию. Я даже иногда, если оставаешь, оставляешь, скажем, прятки, или там двери, и окно на кухне, то, конечно, просыпаешься соплями. То есть, такая система, например, да, то есть, если мы говорим о приточном клапане, будет работать, но только в том случае, если у вас работает вытяжка. Опять же, как это будет работать? Сложно, и опять же, вы не сможете это контролировать. То есть, если мы сейчас, опять же, окунемся нашей системой, да, которую рекомендуем у нас стоит, соответственно, мы всегда рекомендуем ставить вытяжной вентилятор и приточный клапан, да, то есть, механическая вытяжка с пассивным притоком. Давление в доме вы контролируете сами. То есть, у вас есть регулятор скорости, который вы выводите, да, в помещение. И, соответственно, вытяжку в своем доме вы контролируете. То есть, в тот же самый зимний период вы можете включить вентиляцию на минимуме и создаете давление в своем доме вы сами. И, соответственно, если вы создали, то есть, включили вентиляцию на минимум, то, соответственно, у вас и приток будет, скажем, меньше. Включили вытяжку сильнее, у вас приток увеличится, тоже, соответственно, станет больше. Но, опять же, если мы вытяжку закрываем, и, например, в системе стоит обратный клапан, то рекомендовано клапан закрыть, потому что у вас получится, опять же, такая же застойная зона. То есть, воздух зашел, выбрасывается, то есть, вытягивать его неоткуда-то, соответственно, у вас могут происходить такие проблемы, как обмерзание клапана, да, например, конденсат, потому что клапан может сыграть в обратку, как на приток, так и на вытяжку. И могут возникать такие проблемы, как там различный конденсат в канале и так далее. С промерзанием, то есть, не будет проблем, да, у людей? Ну, вообще, промерзание – это уже вопрос, скажем, к монтажу. То есть, у вас есть монтажный патрубок, если у вас дом, например, из кирпича или дазобитона, рекомендовано монтажный патрубок утеплить, например, можно слоем 10 мм пинохола, вы ставите в стену, у вас получается утепленный патрубок. Если вы ставите в каркасник, ну, по сути, каркасник, он сам как утеплитель. Правила, как вы его не утепляете уже дополнительно. А вот это вот грязненькое, это… Грязненькое, Паша, это уже грязненький фильтр. Это сколько по времени он? Ну, на самом деле, он достаточно свежий, ему всего лишь 3 месяца. То есть, если он… Ну, это Москва, да? Это, по-моему, Московская область нам привезли, по-моему, в районе Иваново. Наш руководитель, по-моему, привез. Это является уже загрязненным? Нет, нет, это не значит, что если фильтр стал черным, это не значит, что он полностью загрязнился, потому что у каждого фильтра есть определенная пыль-емкость. Конечно, если это там, скажем, то, что он стал черный, это не значит, что все сразу пора там менять его. То в среднем мы рекомендуем фильтры, если дом находится на природе, фильтры менять раз в год после цветения. Но если, скажем, дом находится где-нибудь в районе там проезжей части, то, возможно, его придется заменить и раньше. Надо смотреть. Вот когда на нем уже клубки, скажем, были, да, там, такие наросты, которые отваливаются, ну, уже понятное дело, что пора менять. Значит, смотри, по поводу выхода воздуха. Ну, по поводу притока, понятно, это клапана. Также можно оконные, да, клапаны ставить? Есть клапаны, есть различные типы, есть оконные типы, есть и нового типа. Очень зачастую, ты знаешь, спрашивают клапаны потолочные, то есть были ли потолочные клапаны, например, поставить вент-выход и поставить туда клапан, но пока такого опыта не было, как это будет работать, есть большая вероятность, что как-то это будет... Вот так, оконные клапаны, они где ставятся? Внизу, вверху? Смотря какого типа клапан. Вообще, мы рекомендуем все клапаны ставить наверху, то есть у нас, что клапаны наши стеновые, у нас рекомендация установка 2,20-2,40 метра от пола, они меньше, даже иногда, если есть возможность 2,50-2,60 метра. Почему? Чтобы холодный воздух в зимний период успел прогреться, он у вас плавно приступает в помещение, перемешивается с теплым и отработанным воздухом, и, соответственно, дальше у нас либо в санузлы через перетоки, либо в помещение в диффузоре, если у вас там в зависимости от того, какая у вас система вентиляции. Я знаю, что есть системы, там ставят клапаны, многие там рядом с радиаторами, но если это ставят и это работает, значит, это рабочая схема просто. Мы не рекомендуем. Также и оконные клапаны, которые есть в нашем ассортименте, в нашем ассортименте у нас ставятся, получается, в верхней части окна, либо над окном, что, наверное, примерно тоже будет не ниже 2 метров. По поводу выхода, значит, есть такие трубы, есть шахты, есть труба, про которую ты говорил, с вентилятором, чтобы можно было самому контролировать? Ну, да, я их даже некорректно называть, потому что потом послушают люди, скажут, что мне нужна труба с вентилятором, а по сути это и есть крышный вентилятор. То есть это крышный вентилятор, надо достаточно правильно называть. Да, то есть это уже, получается, система, если назвать как система, называется вытяжная система с пассивным притоком. То есть это уже контролируемая система, вы уже потоки и давление в доме можете регулировать и контролировать в зависимости, в отличие от естественной системы вентиляции. То есть с вентилятором мы можем контролировать, без вентилятора нет? Ну, если только там бегать, говорю, прикрывать каналы ладошками там или диффузорами, или дросселями. Расскажи в двух словах про хелсбокс. Хелсбокс, это уже более, наверное, давайте покажу, это хелсбокс 3? Это хелсбокс 3, но данный хелсбокс сейчас не в рабочем состоянии, да, то есть... Есть еще хелсбокс 2, вот так вот он выглядит. В двух словах. Это, в двух словах, это модифицированная система, в отличие от той, о которой мы сейчас говорили. То есть если вентилятор, который у нас стоит, вытягивает воздух из грязно-флажных зон, да, то есть у нас самоузлы, кладовые, постирочные, помывочные, зоны кухни, и для того, чтобы система работала, вытяжка должна быть постоянной, в большей либо меньшей степени, то хелсбокс работает по другому типу. Здесь уже мы разводим каналы по основным помещениям, в том числе и спальне, и вытяжка происходит только по потребности, то есть там, где воздух загрязняется. Если вы сходили в ванну, у вас, соответственно, вытяжка происходит из ванны. Если вы, соответственно, там в спальне надышали СО2, вытяжка происходит из... За счет вот этих датчиков, да? За счет датчиков, да. Да, датчиков 4 типа. Датчики СО2, датчик запаха, датчик влажности и смежный датчик запаха влажности. Соответственно, каждый датчик устанавливается на канал и уже на установку, и уже от установки свой канал идет в то или иное помещение. Вот, допустим, датчик, на котором нарисован унитаз, идет, соответственно, куда-нибудь в помещение, где будет присутствовать органика. Датчик, где запах влажности, идет, соответственно, где не в помещение, где совмещенный санузел влажность. Датчики, где есть там СО2, мы видим, как правило, в спальне. Зоны кухни. И здесь такой вопрос, я всегда обсуждаю с заказчиками, потому что если, например, кухня-гостиная достаточно большая, концентрация там будет всего одна, и запахов, и СО2, и если это кухня-гостиная 70 квадратов, и семья 4 человека, СО2 там дышать достаточно проблематично, поэтому эти моменты мы обсуждаем, какой датчик поставить, потому что возможно в некоторых случаях целесообразно ставить на кухню датчик, например, запахов. Если вы выключили вытяжку, а на плетье стоит какая-нибудь еда, соответственно, он будет реагировать на запах и вытягивать воздух оттуда. Производительность каждого датчика настраивается при монтаже, то есть можно выставить работу датчика 30 и там, соответственно, до 100 с копеек на километрах. То есть мы берем дальше просто нормы, которые прописаны, общаемся с заказчиком, потому что все-таки бытовая вентиляция, вещь достаточно творческая, нормы нормами, но кто-то хочет себе побольше, кто-то поменьше. При монтаже каждое помещение можно выставить на определенную производительность, то есть, допустим, санузел с ванной рекомендован на 50 кубометров, мы выставляем на 50 кубометров, и в случае, когда влажность либо запах присутствует в ванной, оно у нас будет вытягивать 50 кубометров, пока воздух не придет в норму. Ну, помимо этого, у вас есть приложение в телефоне, где вы видите качество воздуха, можете включать на режимы проветривания, то есть механически выбирать каждое помещение, включать режим проветривания, там, на полчаса, на час, на два, на три и так далее. Всякие температурные режимы, можно настроить, например, установку, там, на 24 градуса, если у вас в следующий период в доме 24 градуса стоит, поднялась температуру, то, соответственно, он будет в ночной период с наряда до 6 утра уходить в режим проветривания, тем самым охлаждать помещение. То есть есть фишки, да, на нему? Есть фишки, да, есть фишки, ну и, соответственно, из-за этих фишек система достаточно дороже, например, отличается от системы на базе вентилятора. А дальше уже каждый из себя подбирает под свой бюджет, под свои желания, под свои возможности. В двух словах по тихую кухню. Тихая кухня – это одно из наших замечательнейших решений, я бы сказал, уникальных, как скажет один наш хороший человек. Вот, уникальное решение. Собственно, из чего он состоит? Стоит он из вытяжного крышного вентилятора, который стоит у вас на кровле, канал воздуховодов, который вы разводите, соответственно, не нашего производства, а в России производите, и, соответственно, зонта. Провода от вентилятора наращиваются до зонта, и вы своей кухонной вытяжкой управляете, соответственно, у себя на кухне, но только у вас вентилятор не ружит над головой, он стоит на крыше. Вытяжка достаточно мощная, тем самым решение называется «тихая кухня». То есть вентилятор на крыше, ты его не слышишь? Совершенно верно. И он достаточно производительный. То есть любому канальному вентилятору, особенно если мы говорим о частном доме, да, там в два этажа, нужно еще протолкнуть вот этот метраж воздуховодов, да, который, соответственно, создает определенное сопротивление на вентилятор. И может он из-за своих заявленных, там, 450 кубов в конце превратиться в 250 кубометров, что, конечно, будет вам не хватать для нормальной вытяжки с кухонной над плитой. Понял. И в двух словах еще последнее. Это вот про вот эти трубы. Давай, давай, вот это уже, это на одни трубы, это все-таки воздуховодная часть, это воздуховоды Ренсен, антибактериальные, антистатичные, очень компактные. В чем их фишка? Фишка вот компактность. То есть, по сути, я так скажу, что если у вас на объекте есть возможность использовать круглый воздуховод, неважно, спирально-навивной, пластиковый, обычный, используйте его. Потому что, как бы, ну, во-первых, значительно дешевле, воздух достаточно хорошо идет по кругу, да, то есть, у нас, например, идет от вентилятора диаметра 125-й. Конечно, ну, заужать, скажем, не всегда хочется и не всегда это нужно, вот, поэтому, если есть возможность, используйте круглый воздуховод. Если такой возможности нету, если такой возможности нету, например, у вас каркасный дом, да, и надо воздуховоды спрятаться в перекрытии, не хотите, там, скажем, терять, потолочное пространство, то, конечно, тогда можно использовать компактные воздуховоды. Вот у нас есть вот такие. Собственно, собираются как лего. У нас даже есть пример, где девушка, сама она проектировщица, спроектировала себе систему. С Питера, да? Нет, она, по-моему, Собнинска, Наталья. Она, у нее причем стояла система приточной витязи, она сама спроектировала себе воздуховоды, там все нарисовала, подобрала и сама же смонтировала. У нас даже в Инстаграме есть фотографии. Я, потому что не общался, она говорит, Володя, это действительно просто лего. Просто татуировка в девушку? Нет, 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 это уже в Питере, да, девушка, она такая, набрала очень много, вызвала очень много к себе внимания, да, там, очень всем восхищались ее работой. Да, в принципе, все достаточно просто, здесь все собирается на ниппеля, на защелки. Мы называем это такой, как конструктор лего, достаточно удобный в монтаже, конечно. Вещь удобная, вещь удобная. Вот так вот это выглядит. Тут разные приблоги. Да, очень многие, да, говорят, что внутри он гофрирован, внутри не гофрирован, внутри он достаточно гладкий. Здесь такая стоит пленка, антибактериальная, антистатичная. Сам воздуховод полужесткий, то есть многие купят его гладким и гибким, но он, скажем, не совсем гладкий и гибкий, он полугитый. То есть если мы возьмем сейчас большой воздуховод, например, там, длиной полтора метра, мы его сможем, там, скажем, на 20-30 градусов согнуть, но никак не маленький участок. Есть вот такие, как бы, различные фасонные элементы, отводы, тройники. Есть... Там глянцы, да? Это не он, это другой элемент, то есть он похож на основную магистраль, это, скажем, от него, да, элемент, который можно гнуть на 30, на 40, на 90 градусов, скажем, использовать его участками. Ну, такие вещи все, ну, соответственно, надо рассчитывать, проектировать. Мы, кстати, делаем эскиз проекта, где рассчитываются воздуховодные элементы на объект. В принципе, в подборе этих элементов проблем никаких нет. Друзья, ну, вот такой вот небольшой ролик, я думаю, минут на 15 он должен получиться. Для начала, для водного, про вентиляцию, я думаю, этого достаточно. Если тема будет интересна, актуальна, то пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если будет интересно, то приеду еще более конкретно, будем каждую систему разбирать. Всем удачи, не болейте. Пока!